Привет, с вами Sawyer. Помните, как-то раз я обещал рассказать, почему вот этот код выполняется бесконечно. Собственно, сегодня поговорим про float, поговорим про то, почему в какой-то момент наша программа может сломаться и повести себя совершенно неожиданным образом. Ну и в качестве доказательства давайте запустим этот код и увидим, что циферки бегут на экране ровно до какого-то момента, после чего останавливаются, перестают изменяться. При этом не происходит ни выхода из цикла, ни ошибки, а просто цикл продолжает работать в бесконечном режиме. Ну, собственно, в этом видео и разберемся, почему так происходит. Как вы видите, мы дошли до значения 16 миллионов 777 тысяч 216 и дальше перестали куда-либо двигаться и крутимся в бесконечном цикле. Почему это так? Давайте разбираться. Для начала напомню вам кое-какие основы двоичного счисления для дробных значений. Ну, начнем с фиксированной запятой. Если экспонента у нас задана равной 3, то 3, то запятая находится ровно по середине числа длиной в 1 байт. На экране вы видите также, как рассчитываются десятичные значения при заданной экспоненте. То есть, по сути, экспоненты это смещение относительно старших битов с запятой. Если экспонента у нас меняется от нуля до трех, например, то меняется и положение с запятой. Тоже показано на экране. И вот идея float и чисел в плавающей запятой как раз заключается в том, что в этом числе отведено под экспонент определенное количество бит, и мы можем его задавать, тем самым сдвигая запятую влево или вправо. Ну, и нужно помнить, что 754-й спецификацией у нас определен только нормализованный вид числа, где на старшем значении неявно стоит единица. То есть, на самом деле, вот этой единицы не присутствует в числе float, но она неявно есть, и мы ее должны учитывать, хотя я вот на экране показал ее явно. Ну, а теперь давайте перейдем в калькулятор и посмотрим на практике, как это все выглядит. Нам он очень поможет для того, чтобы понять, что же себя представляет float внутри. Окей, в соответствии с 754-й спецификацией, единица у нас закодирована следующим образом. Само число float занимает 32 бита. Старший бит — это знак. Если мы его меняем, меняется знак числа. Дальше идет экспонента. Понятно, что экспонента задается в числе, чтобы мы могли двигать запятую либо вправо, работая с точностью, которая нам нужна. И здесь у нас экспонента равна нулю, но фактически в этой части сохранено число 127. И здесь нужно понимать, что для того, чтобы работать с дробной частью, нам нужны отрицательные значения экспоненты. Но 8 бит всегда будет интерпретироваться как целое положительное число. Поэтому из этих 8 бит отнимается 127, что является ровно серединой. И таким образом появляется возможность получать как положительные, так и отрицательные экспоненты. Пока все просто. Сейчас экспонента равна нулю, потому что мы, собственно говоря, используем экспоненту, равную фактически 127. 127 минус 127 равно 0. Окей, теперь переходим к мантисе. Реальное значение мантисы — 1.0, но при этом закодировано 0. Напоминаю, нормализованный бит предполагает, что вот здесь вначале у нас есть единица. И если сейчас мы захотим из единицы сделать 1.5, то мы поставим здесь бит, равный 1. Почему так происходит? На нормализованную единичку у нас распространяется значение мантисы, равное 0. На единичку, которую мы выставили, распространяется значение мантисы минус 1. 2 умножить на... Единицу умножить на 2 в степени минус 1 — это 0.5. 1.5. Если мы к этому числу добавим еще единицу, умноженную на 2 в минус 2, получается, что это 1 четвертая, то мы получим число плюс 0.25. 1 четвертая 0.25, 1 вторая 0.5 и 1.75. Итак, мы можем увеличивать дробную часть числа, выставляя значение битов. При этом обратили внимание, что число стремится к двойке, но не превосходит его, потому что мы постоянно добавляем все меньшую, меньшую, меньшую долю, но никогда мы двойки не достигнем. Да, вот будет 1.999 в максимуме. Но стоит нам сдвинуть экспоненту влево, для этого нам нужно что сделать? Нам нужно получить число 128. На единицу увеличили. Видите, число сразу в целой части увеличилось. То есть таким образом, если мы будем увеличивать больше 127, у нас будет увеличиваться целая часть числа, и оно может стать очень большим. Если мы будем работать в отрицательной, то у нас наоборот число будет изменяться после запятой, дробная его часть. И все достаточно просто. Первый бит это знак, 8 бит под экспоненту минус 127, мантисы это 23 бита с неявной единицей, то есть по сути 24 бита. И таким образом кодируется наше число float. Ну что, давайте теперь вернемся к нашему числу. Мы дошли до числа 16 миллионов 777 тысяч 216. И напомню, что в нашем цикле мы предполагали выйти после 17 миллионов. Этого не произошло. Почему? Ну что ж, давайте в нашем калькуляторе вобьем полученное число. И посмотрим, что будет, если мы увеличим его на единичку. То есть добавим единичку в самый младший бит. Вместо ожидаемого увеличения на единицу, оно взросло аж на 2, на 2 единицы. Почему так произошло? Это связано с машинным эпсилоном. Все дело в том, что у float всего 7 знаков после запятой точность. Но мы привыкли связывать 7 знаков после запятой именно с запятой, с дробной частью. Но это на самом деле 7 значащих цифр. Вот мы превысили 7 значащих цифр, дошли до какого-то предела. И наша точность стала работать против нас. То есть мы начали пытаться делать шаг с точностью меньше, чем допустимое. И если мы вместо 16 миллионов вобьем, например, 64 миллиона, тогда шаг уже будет вместо 2, 4. А если мы возьмем и вобьем уже миллиарды, тогда шаг станет вообще 128. То есть чем больше число, с которым мы работаем, тем большая погрешность именно уже в целых значениях будет. Чем меньше, тем она будет меньше вокруг этого числа. То есть эпсилон, машина эпсилон, это относительная погрешность вокруг того числа, с которым мы работаем. И собственно поэтому наш цикл не может завершиться. Он не может сделать тот шаг, потому что он меньше, чем точность числа float. И еще момент. Если у нас у числа будет очень большая целая часть и очень маленькая дробная часть, такое число тоже не сможет быть представлено в типе float, потому что точность закончится после седьмого знака. Ну, надеюсь, теперь вам понятно, что с float в цикле нужно быть очень аккуратным, потому что в зависимости от окрестности, в которой мы работаем, может быть совершенно разная точность, которая в абсолютном значении может быть и в единицах, и даже в сотнях единиц. Ну, это был канал Sawyer. Спасибо, что слушали. До свидания.